Благодарю. Я еще не раз не собирал палатку. Никогда в жизни? Здравствуйте, друзья. Настало лето, и значит, сезон палаток и веселья на природе. И мы сегодня будем показывать мастер-класс палатки. Мы очень долго выбирали, какую же палатку взять. Но так как у нас уже семья большая, у нас вот прибавление еще в семействе, мы взяли специальную палатку, никогда такую не имели, с двумя шатрами. И вы сейчас увидите, как она выглядит, и будут ее собирать доблестные дети. Это Алена, специально к нам приехала из Финляндии для сбора палатки. Потом Мирослава и еще Анфиса Бирюлина. Так что оставайтесь на канале, будет интересно. Раз, и все, пошли. Смотри, как начинаешь. Это с ним. Друзья, долго думали, какую палатку выбирать. У меня были для одного человека, для двух, для трех, для четверых. И вот сейчас семья выросла, появились животные. И мы берем палатку, смотрите, четырехместку с двумя шатрами. Вы сейчас увидите, девчонки будут ее когда ставить. Долго выбирал, на сайтах лазил, уже есть американские фирмы, канадия, все. И остановился в Дикатлоне, взял палатку. Такого плана палатка стоит всего 9 тысяч. Обрадовался, подошел. Такой, на самом деле, такие не берите. Это одноразовые палатки, у вас один-два сезона они прослужат. Нормальные палатки, в принципе, та же самая конструкция, с двумя комнатами. Но материал совершенно другой. Это будет стоить уже где-то порядка 14 тысяч. И это хорошая цена. За нормальный бренд, типа нормальный, потому что на одном заводе это шьется и лейб оставится. Это будет порядка 26 тысяч стоит. Канадия тоже вот такого и другого плана. Потому что смысла большого нет переплачивать, поверьте моему опыту. Те дешевые палатки, которые до 10 тысяч этого плана, они просто у вас развалятся через 1-2 сезона. И дышать в них будет тяжело, и светопропускаемость, и когда пойдет у вас дождь, тоже будут проблемки. Поэтому лучше переплатите, накопите денежек и купите уже такого плана. Я не топлю за эту фирму, но в процессе эксплуатации я вам расскажу просто. Я надеюсь, что это будет все хорошо. Так что мы начинаем к распаковке данного продукта. Девочки, начинаем. Распаковка! Так, весит она порядка где-то 10 килограмм. Сколько она весит? Четыре. Куча килограмм. Короче, много. Так, да. Стоит структу обязательно. Так, мы еще повторяем, что это у нас Мирослава, Анфиса и Алена. Вот это распаковщики этого продукта. Так, подождите. Это что выкинуло? Ну, я вам скажу, что девушки уже в теме, ходят давно в леса, поэтому знают, что они делают. Это колышки или колышки? Так. А как колышки? Нет, мы колышки не сходим. А зачем вам колышки? Не надо, вы поставим сейчас, ветра нету. Так, это упаковка палатки, смотрите. Вот, новая палатка, повторяемся. Надо ее вот так, вот так. Вот, вот умная мысль пришла о Мирославе, смотрите, какая она. А вот откуда. Так, на помощь пришел. Мальчик, как вас зовут? Вас как зовут? Никак. Ну, вот. А инструкции не будете читать? Можете почитать? Нет, нет, нет. Я ничего не понимаю. Так. Что, моя юбка? А что ты уже можешь сказать? Так, смотрите, здесь два домика. Как два? Два, два. Здесь вот раз домик и два домик. А тут кто? И все? Так, все. Пока стали все в тупняк. Есть мысли? Какие дальше? Нет, это что? Так. Это надо. Все-таки есть инструкция, почитать надо. Я уже палатку собираю. Это диктый раз. Я уже палатку собираю. Так, это Святослав. Тоже знает толк в теме. Интересно, конечно, сейчас идет собирание палатки и смогут ли дети без помощи взрослых собрать сложные, с моей точки зрения, даже продукты, туристические снаряжения. Вот такая палатка. Посмотрим. Так что оставайтесь с нами. Смотрите на радио волне. 103 АВМ, это ваше радио. Милый сердцу сосновый. Здесь нужно было. Нет. Это еще, да, вот здесь прикрепляй, да. Ух. Притягивай. Вот. Назад это будет тянуть. Стой. Что ж? Нам надо разбирать наш наверх. Нет. Это не проходит, это не проходит. Что-то не проходит. Они не проходит. Смотри. Мы сначала, вот эти блочки нам не нужны. Да? Значит, мы берем вот этот вариант. Второй пункт. Мы вставили вот эти штуки. Вставили. Палки остались. Она... Ай. Мы же помним пересекать, потому что она... Отцепляй. Отцепляй, да, с той стороны тоже. Хорошо. Деревит верхушки Сосин, мне сказали, завтра осень, завтра это же не скоро. Ну привет, любимый город! Балтийский берег, городок сосновой формы. Начинаем в прямом эфире разговор, конечно, первый... Опа! Коврик. Так, ты... Короче, всем привет. Еще раз. Это коврик, который раскладывают в палатке, и на нем спят. А еще обязательно нужны сухие носки, чтобы не заболеть. А еще есть клопосы, для того, чтобы сидеть на земле и не откроют себе клопы. Всегда покупайте разные, чтобы узнать, что это ваше. Теперь самое интересное. Есть такая вот штука, вешать так вот на стену, это кармашки. Давай посмотрим, как они выглядят. Это называется тюнинг вашей походной жизни. Но, поверьте, это очень нужные прибамбасы, которые вам просто... Если особенно вы долго становитесь... Так. Это... Так вот. Так вот. Мира, ее крепить. Давай, Мира, закрепи. Помоги. Да. Мира. Держи. Мира, помоги, помоги. Мира, ну помогай тоже. Да. Ладно, я пока выключаю. Ну что, друзья, мы сделали с помощью детей тест-драйв у палатки фирмы... А, в Дегатлоне, Квенчер. Еще раз, что все очень быстро собирается. Дети собрались за 12 минут, взрослые, наверное, минут за 8. А при этом, что очень быстро это все делается. Поэтому проблем нету. Даже дети справились с этим. Сложности нету. Все эти тюнинг, конечно, которые вам показали, тоже очень прикольно. Все должно быть удобно. Если вы стоите в стационаре, приехали на машине, и вам надо расположиться. Так что рекомендуется, наверное, к покупке. Ну, время покажет. Надо использовать, конечно, уже в боевом действии. И желаем больше ходить в лес. Потому что это наша природа. На природе мы всегда подзаряжаемся. Там и получаем массу удовольствия. И мы должны жить как можно больше на природе. И, то есть, ходите в лес. Получайте здоровье. Приучайте детей. И будет нам счастье. Спасибо. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok